Вода продолжает захватывать одно из садоводств под Ангарском. По данным МЧС подтоплено уже 90 участков. Это происходит из-за продвижения кромки льда вверх по течению Ангары. Напомню, в садоводстве некоторые люди проживают круглогодично. Всего там 320 участков. Ниже по течению реки расположены еще два садоводства. За ситуацией следят спасатели. А мы следим за событиями, которые происходят в Иркутской области, чтобы обо всем подробно рассказать вам. В эфире новости по будням. Здравствуйте! Центральные темы выпуска обозначат мои коллеги в коротких анонсах. В регионе произошло сразу несколько ДТП с участием детей. Так в Култуке водитель маршрутки сбил девочку-подростка. Через минуту узнаете подробности других происшествий, а также соблюдают ли дорожные правила жители областного центра. Жители одной из улиц Маркова борются за собственное жилье. В выпуске расскажем, почему дома требуют снести и как часто подобные истории происходят в Иркутской области. В Иркутске 50 лет назад появился первый подземный пешеходный переход. Его построили на улице Байкальской в районе бульвара Постышева. За полвека тоннелей стало намного больше. А как они выглядят сейчас, выясняем сегодня. Ясно станет из рубрики повесточки, кто зимой смог вырастить в братский инжир и зачем в Иркутске чемодан превратили в кровать. Все детали в финале программы. И теперь о событиях дня подробнее. В Слюянском районе 58-летний шофер междугородней маршрутки сбил 13-летнюю девочку. Все произошло, когда транспорт выезжал с остановки. Автомобиль наехал на ноги школьница. Девочка была госпитализирована. Также в Иркутске медицинская помощь понадобилась 12-летнему мальчику. Его сбил 35-летний водитель иномарки на пешеходном переходе. Позже в другом районе областного центра автомобилист за рулем универсала при заносе наехал на двух девочек 10 и 11 лет. У одной из школьниц медики диагностировали уши в голени. Вторая не пострадала. Водитель с места аварии скрылся, но вскоре его нашли полицейский. Мужчина был пьян. Объяснить адекватно правоохранителям свой поступок не смог. Более того, он не помнил, каким автомобилем управлял в момент аварии. Я детям хотел в больницу везти, домой довезти хотел, но дети сами отказались. Грузовик этот уехал с места происшествия. Вину признаете? Ну, конечно. А вот в Уссули-Сибирском ДТП с участием пешехода закончилось трагически. Женщину на зебре сбила водитель легковушки. 45-летнюю пострадавшую отвезли в больницу, где она скончалась. Позже стало известно, что виновница аварии более 15 раз привлекалась к ответственности за превышение скорости. Все эти ДТП стали поводом для очередного рейда сотрудников ГИБДД. В Иркутске автоинспекторы проверили, пропускают ли водители пешеходов. Замечания к автомобилистам, конечно, были. А ведь невнимательность может привести к фатальным последствиям. За прошлый год в городе произошло 306 аварий с участием пешеходов. 303 человека получили травмы, 15 погибли. Пострадать морально и финансово могут семьи из Иркутского района, которые оказались в непростой ситуации. Люди приобрели жилье, а позже выяснилось, что их дома построены на землях лесного фонда. Как так получилось, выяснял сегодня Олег Федоров. Эти дома в Иркутском районе могут скоро попасть под снос. Постройки возвели здесь незаконно. Но жители об этом узнали совсем недавно и внезапно. Им пришла повестка в суд. Из ЦОМа является Марковская администрация. И уже придя на суд, мы узнали, что оказывается, это вообще не ИЖС. Хотя мы до этого приходили, чтобы нам присвоили адрес для дома. И администрация даже и намека не подала, что здесь какие-то могут быть проблемы. Мы адрес нам присвоили, все хорошо. Ипотеку оформили. Банк все проверял. Страховали. Никаких вообще препятствий не было. Ранее этот участок площадью 2 гектара, где теперь стоят дома, входил в местный колхоз. Затем землю приватизировали. Собственник обратился в администрацию Маркова, чтобы сменить статус земель. Собственник производит раздел земельного участка, смену вида разрешенного использования с сельхоз на индивидуальное жилищное строительство. И обращается к нам за получением уведомления о планированном строительстве. Это что-то за замену выдачи разрешения на строительство сегодня. Значит, на что получают у нас 24 отказа с указанием причин отказа. Основное из указаний причин отказа это было, что земельный участок находится в зоне городских лесов. Несмотря на это, по версии местной администрации, владелец разделил землю на 23 участка и продал их. Стоимость каждого варьируется в пределах 7-8 миллионов рублей. Данным делом уже заинтересовалась прокуратура. Прокурорская проверка показала, что выданная органом местного самоуправления выписка не соответствовала действительности, противоречивала действующим документам территориального планирования поселения, поскольку участок располагался на земле городских лесов, на которых запрещено жилищное строительство. В результате нарушены права и законы интереса граждан при предоставлении земельных участков для строительства домов. Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сейчас идут судебные слушания. ИСТЕЦ, администрация Маркова, хочет оспорить смену вида разрешенного использования земель, то есть вернуть им статус городских лесов. Вопроса о выселении людей не идет. По крайней мере, пока. Поменяв статус земель, мы поменяем фактически режимы возможности его пользования. И последующие действия, от которых администрация не сможет вернуться каким-либо образом или сказать, живите здесь спокойно, несмотря на то, что вы не имеете на это право, они тоже в этом плане ограничены, они тоже обязаны будут предпринимать дальнейшие действия. Семьи, которые купили участки, возвели дома. Многие для этого взяли ипотеки. И сейчас оказались в ловушке. Мы везде, где можем, обращаемся. Во все телевизионные компании, куда только можем пробиться. Потому что, ну, понятно, что у меня дом в ипотеку взят на 25 лет. 25 лет платить за воздух не хочется. Еще двое детей, как бы у меня семья, двое детей. Тоже нам идти некуда. Теперь судьба этих людей зависит от решения суда и чиновников. Олег Федоров, Андрей Назаров. Новости по будням. Большие потери понесли владельцы магазина строительных материалов в Бадайбо. Утром 25 января склад торгового объекта охватил огонь. Пожару сразу присвоили повышенный ранг сложности, ведь товары, которые хранились в помещении, быстро разгорелись. О масштабе пожара можно судить по этим кадрам. Пламя буквально поглотило здание. На тушение огня у спасателей ушло немало времени. Локализовать возгорание удалось только спустя два с половиной часа. Днем сотрудники МЧС продолжили проливать выгоревшее здание и разбирать конструкции. Общая площадь пожара две с половиной тысячи квадратных метров. В сравнении это больше одной трети футбольного поля. Чудом, никто из работников магазина не пострадал. Теперь сотрудникам прокуратуры и экспертам МЧС предстоит выяснить, из-за чего возник огонь. Учитывая большую пожарную нагрузку, огонь быстро охватил всю площадь. К тушению пожара были привлечены 7 единиц техники и 23 человека. На месте работают дознаватели МЧС России. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Предстоит выяснить уже следователям, что привело к пожару в садоводстве в Иркутском районе, где погибли люди. Это 68-летние супруги. Их садовый дом выгорел полностью. Возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, в том числе и медицинское. Еще один человек погиб при возгорании в доме в поселке Усть-Ардынском. 73-летний инвалид не успел выбраться из горящей постройки. Его дочь и несовершеннолетние внуки спаслись. Всего за сутки в регионе произошло 14 пожаров. Без помощи юристов и надзорных органов иногда не разобраться жителям Прибайкалия в трудовых вопросах, ведь за честно выполненную работу они порой не получают обещанных денег. Так, одна из фирм Иркутска задолжала своему сотруднику около полумиллиона рублей. Поводом для уголовного дела это стало после того, как мужчина пожаловался на работодателя лично руководителю Следственного комитета региона. По предварительной информации, организация, которая занимается электромонтажными работами, не платила своему сотруднику с сентября прошлого года. Сейчас следователи выясняют, есть ли другие пострадавшие. Дело контролирует прокуратура. По данным ведомства, в 2023 году более 3000 работников смогли получить заработанные деньги, но только после вмешательства надзорных органов. Общая сумма долга за прошлый год составила 192 миллиона рублей. В целом выявлено больше 6000 нарушений трудовых прав граждан. В целях их устранения прокурорами в суд предъявлено порядка 500 заявлений на сумму свыше 90 миллионов рублей. Внесено 1172 представления. К дисциплинарной ответственности привлечены 852 лица. А к административной ответственности 401 правонарушитель. По протестам прокуроров 217 правовых актов приведены в соответствии с действующим законодательством. Объявлено 187 предостережений. По материалам прокурорских проверок возбуждено 17 уголовных дел. Поводом для проверки может стать и история, которая произошла в Иркутске. Неравнодушные горожане нашли на улицу собаку с щенками. Но в ухе животного есть бирка, которая говорит о том, что собаку стерилизовали. В ситуации разбиралась Дарья Эйвазова. Стерилизация не помеха материнству. Эта собака долго жила на улице в Иркутске. Но внимание жителей она привлекла лишь после того, как неожиданно ощенилась. Хотя эта бирка в ухе свидетельствует о том, что собаку стерилизовали. Собачка с красной биркой. Кормящая. Потомство собаки, три щенка, прятались под домом. Волонтеры увезли животное в ветгоспиталь. Там специалисты считали чип и выяснили, что по документам собака была стерилизована в марте 2022 года. Это подтверждает запись в реестре на сайте правительства региона. В таблице указаны бездомные собаки, которые были чипированы, стерилизованы и вакцинированы за последние три года. Найденное животное под номером 800. И это уже не первый такой случай. Год назад к нам уже попадала собака, которая родила во втором Иркутске щенков прямо на детской площадке. Мы обращались в органы ветеринарии, в комитет городского обустройства администрации, в природоохранную прокуратуру, в прокуратуру Иркутской области. На сегодняшний день к этой собаке никто не приехал, не зафиксировал ее состояние. Это необходимо, чтобы зарегистрировать нарушения. Ведь если бы стерилизация действительно состоялась, животное не принесло бы потомства. Стерилизованная собака родить не может. Это исключено. Дело в том, что во время стерилизации удаляется матка и яичники. Детородного органа нет, поэтому собака родить не сможет. Бывает, во время некачественной стерилизации остается кусочек яичника. И вот в таких случаях может быть течка у собаки, но родить она никогда не сможет 100%. Такие случаи вызывают вопросы к качеству работы подрядчиков, которые занимаются отломом и стерилизацией. В службе ветеринарии региона нам пояснили, что следить за этим должны муниципалитеты. В мэрии Иркутска это подтвердили. Сотрудники администрации выезжают в приюты и проверяют отчетную документацию. В том числе фото и видео фиксацию операций по стерилизации. В рамках исполнения муниципальных контрактов на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев в городе Иркутске за 2023 год ненадлежащего их исполнения не выявлено. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядной организации своих обязательств устанавливается штраф. Размер штрафа зависит от суммы контракта. А штрафуют ли подрядчика, который выпустил на улицу нестерилизованное животное, пока неизвестно. Нарья Эйвазова, Андрей Назаров, Новости по будням. Хотя бы частично решить проблему безнадзорных животных может создание новых приютов. На это служба ветеринарии региона готова потратить 19 миллионов рублей. Деньги будут выделены некоммерческим организациям в виде грантов. Прием заявок на участие в конкурсе стартовал 25 января и продлится месяц. Максимальный размер финансовой поддержки 3 миллиона 800 тысяч рублей. На эти деньги люди, которые хотят помочь бездомным животным, могут приобрести модульные здания для приюта, стройматериалы и ветеринарное оборудование. Также на грантовые средства можно купить транспорт. Одно из обязательных условий для участия в конкурсе у организации должен быть собственный или арендованный минимум на 3 года земельный участок. При этом необходимо составить план по созданию приюта со сметой расходов. Расходы жителей Прибайкалия становятся все больше, ведь растут цены и инфляция. Темпы последние за год ускорились. Почему и каких сфер эти изменения коснулись в первую очередь, объясним далее. Магазин – это место, которое объединяет жителей Иркутской области. Все мы регулярно заглядываем в торговые точки, чтобы наполнить холодильники. Список самых популярных и необходимых товаров называется потребительской корзиной. Ее средняя стоимость из года в год растет. Это и есть инфляция. Она в регионе за прошлый год выросла до 8,2%. И это выше среднего показателя по Сибири и по стране в целом. Такие данные приводит Банк России. Годовой рост цен ускоряется по двум основным причинам. Первое – производители и поставщики закладывают в цены свои затраты, а они сильно выросли. Например, у производителей мяса и молока увеличились расходы на зарплаты работникам, так как их стало сложнее привлекать и удерживать. У кондитеров увеличились затраты на яйца. Этот продукт сильно подорожал. Тепличные хозяйства стали больше тратить на семена, удобрения, зарплаты и логистику. Отсюда – подорожание овощей. Вторая причина ускоренного роста инфляции – высокий спрос на отдельные непродовольственные товары. Например, на поддержанные автомобили и шины. Но к декабрю годовая инфляция в регионе все же замедлилась сразу на 1,5%. Это связано с тем, что в конце 2023-го не проводили индексацию тарифов на коммунальные услуги. В отличие от декабря 2022-го года. Юлия Шенкарюк, Дарья Эйвазова. Новости по будням. Большие суммы тратят цену строительства инфраструктуры в городах. 50 лет назад в Иркутске начали возводить первый подземный переход. Сейчас их в областном центре 10. Как они выглядят, это решила проверить наша съемочная группа. Ровно 50 лет назад, 25 января, в Иркутске началось строительство первого подземного пешеходного перехода. Это туннель на улице Байкальской в районе бульвара Постышева. За полвека в областном центре появились и другие подземные переходы. А как они выглядят сейчас, узнаем сегодня. Сейчас в Иркутске всего 10 подземных переходов. Этот расположен возле улицы Волжской. Его можно назвать Дедушка и Туннель. Он самый старший из всех таких переходов. Объект проектировали инженеры из Новосибирска. Строительство началось в 1974 году. Об этом событии написали в газете. Когда переход был готов, по нему сначала никто не ходил. Горожанам было привычнее перебегать дорогу, а не спускаться под землю. Сейчас такого не увидишь, но состояние подземного перехода иркутян не устраивает. Это же устарело, такой переход. Страшно, страшно. Почему? Ну, надо, чтобы было и потеплее здесь, и как комфортно. Чтобы не было вот этих всяких прилавков здесь. Конечно, требуется, чтобы ремонт какой-то сделали. Ну, вот потолки взять. Да, я сама строитель. Обновить надо немножко-то что-то. Я бы, конечно, вычистила все это. Сурла бы все эти надписи некрасивые. Претензии у горожан есть и к соседу этого тоннеля. Следующий подземный переход соединяет остановку на улице Волжской и бульвара Постышева. Сейчас он изрисован. Вандалы оставляют свои следы на стенах. Хотя коммунальщики регулярно очищают переходы от надписей, но они быстро появляются снова. И ребятишки баллончиками рисуют. А как вы можете с этим бороться? Как вы считаете? Ну, это уже от людей зависит. Я думаю, все, что в силах правительства, думы, они все делают это. А им хоть что делай, наверное. Ребятишки какие-нибудь все равно будут хулигарить. Наш следующий пункт назначения – подземный переход на улице Лермонтово. Проексировать его закончили в феврале 1979 года. В работах принимали участие выпускники технического университета. Сейчас здесь основной поток людей – это как раз студенты вуза и жители района. А любоваться им также приходится грязными стенами. Как и жителям микрорайона Байкальский. Тут подземный переход также украшает надписи. К таким картинам люди даже привыкли. Это молодежь, это их художество. Им надо где-то проявляться. Художества эти вынуждены оттирать работники городских служб. Они в подземных переходах бывают пять раз в месяц. Проводят уборку. Полностью моют тоннели раз в год. Анастасия Коростелева, Владимир Пинаев. Новости по будням. 2024 объявлен годом семьи в России. По этому случаю в Москве прошел специальный форум. На нем зажгли всероссийский семейный очаг. Участие в этом событии принимали семьи из разных регионов. Среди них были и молодожены из Ангарска. Огонь для всероссийского семейного очага привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, родины святых Петра и Февронии. После зажжения сердца России огонь перенесли в 12 лампад. Их доставят во все федеральные округа. Для молодых супругов из Ангарска участие в таком важном и масштабном событии стало знаковым в их семейной жизни. Не зря говорят, что семья – это основа всего. Мы хоть и молодая семья, но уже успели это понять. Мы уверены, что крепкие семьи создают крепкую Россию. Желаем всем семьям, чтобы огонь в вашем семейном очаге никогда не гад. Мощь бурлящей воды и величие ГЭС на Ангаре. Именно это вдохновило известную иркутскую художницу Татьяну Лареву на создание портрета человека, который внес значимый вклад в энергетическую систему региона и развитие столицы Прибайкалья. Музей истории города Иркутска получил в дар от художницы портрет основателя энергохолдинга «Н-Плюс» Олега Дерипаски. Экспонат займет свое место в экспозиции, посвященной промышленности Иркутской области и развитию энергетических предприятий. В этой тематической коллекции представлены исторические записи, элементы механизмов Иркутской области, награды, биографии и фотографии людей, которые оставили след в Иркутской энергетике. Конечно, мне хотелось показать общественно значимую личность, которая делает историю, которая очень много замечательных, благотворительных дел и для нашего города, и для многих других городов уже совершила. Очень приятное пополнение нашего музея. Это второй руководитель, такой крупный в дар нашего музея. Мы проводим очень часто выставки по предприятиям города Иркутска. Мы считаем, что это просто необходимо не только для молодого нашего поколения, но и Иркутянам рассказывают о том, что если предприятия развиваются, значит у нас есть перспектива развития самого города. Не остается без внимания основателя энергохолдинга и сферы образования. Компания регулярно внедряет новые образовательные проекты, начав эту деятельность более 15 лет назад. Благодаря Олегу Владимировичу Зерипаско участники образовательных программ получают возможность участия в профориентационных экскурсиях на предприятиях компании «Н-Плюс Групп». И также с дальнейшей поддержкой в виде трудоустройства после окончания университета по профилю. Он поддерживает множество социальных проектов. Впереди еще много интересного. После короткой рекламы расскажем о спортивных достижениях наших земляков. А после вы узнаете, кто в Братске вырастил инжир и кто из жителей Иркутска спит в чемодане. Не пропустите. Иркутскую область на Кубке Ивана Ерыгина по вольной борьбе представят 7 спортсменов. Окончательный состав уже определен. Иркутяне выступят в пяти весовых категориях. Сам турнир пройдет в Красноярске. Лучшие спортсмены войдут в национальную сборную, которая представит Россию на чемпионате Европы. А чем уже сейчас отличились наши земляки, расскажем далее. Ангарчанину рука плещут в Канаде. Хоккеист из города Нехтехимыков Денис Воронков, который играет в НХЛ за Коламбус Блю Джакетс, реализовал гол в матче против Эдмонтон Ойлерс. Правда, шайба сибиряка оказалась единственной в активе синих жакетов. В результате они уступили сопернику со счетом 4-1. А вот главные аплодисменты иркутской футболистки Веронике Анисиной еще впереди. Девушка заключила контракт с московским Спартаком, ранее она играла за Казанский Рубин. О переходе спортсменка сообщила фанатам творчески и записала целый клип. В марте наша землячка уже убывает на сборы в Турцию. Затем ей предстоит чемпионат России. О первой победе в первенстве Лаковалей 2023 сообщили своим болельщикам волейболистки из локомотива Ангара. На Дальнем Востоке девушки сошлись на площадке с конкурентками из Сахалина. В упорной борьбе иркутянки вырвали победу у соперниц со счетом 2-1. Впереди у наших землячек встреча с командой из Китая. Давид Азизов, новости по будням. Такого испуганного гостя во дворе своего дома обнаружил житель Вихоревки. На место приехали сотрудники охотнодзора и ветеринар. После осмотра ястреба стало ясно, что у птицы серьезные травмы мышцы и сухожилий. Скорее всего, пернатый во время охоты врезался в металлическую конструкцию. Сейчас ястреба выхаживают на ветстанции. После реабилитации его отпустят. О других интересных событиях региона и не только узнаете в нашей доброй рубрике «Повесточки». Друзья, приветствую. Есть информация, что россияне стали чаще обращаться к психологам. Впрочем, существует много разных методов борьбы со стрессом. О некоторых из них сегодня и поговорим. Оригинальное применение для чемодана нашли в Иркутском зоопарке. Дорожный аксессуар стал уютным ложем для рыси Руни. Кажется, она даже готова отправиться в путешествие по теплым странам. Или, как минимум, наблюдать их во снах в новом лежаке. Кстати, этот чемодан-путешественник ранее побывал в Таиланде, Вьетнаме и Африке. Не стали дожидаться лета и вырастили тропические растения в Братске местные школьники. Смотришь на этот цветущий сад и невольно вспоминаешь строчки Чуковского. Вдоль по Африке гуляют, фиги финики срывают. Вот только юные агрономы из 42-й школы выращенный инжир не срывают. А берегут для размножения. Огромным трудом ребятам удалось вырастить это растение в теплицах. Сейчас в планах пополнить сибирские джунгли авокадо. Установить автоматический полив и несколько дополнительных ящиков. Устроили яркие соревнования по метанию елок в Ростове-на-Дону. Это уже традиционный и любимый ростовчанами турнир. В этом году заявилось 70 участников. По условиям каждый из них должен как можно дальше кинуть хвойное дерево высотой не более полуметра. На это дается три попытки. В итоге лучший результат 9 метров 40 сантиметров. Но все же главным достижением чемпионата стал вклад в экологию. Все деревья будут переработаны. А в Китае умелец дал новую жизнь старым покрышкам. Сложно поверить, но этот почти трехметровый павлин сделан из автомобильных шин. На его создание у Байгоу ушло около 20 дней работы и часы наблюдения за живыми особями в зоопарках. Но оно того стоило. Птица и впрямь получилась реалистичной. И если верить ее создателю, должна сделать прохожих удачливее. Поскольку именно удачу олицетворяет павлин. Всем отличного настроения, искренних улыбок и хороших новостей. До встречи! А у меня на этом все. Звоните 792-402. Если у вас есть интересные новости, не забывайте про наш сайт ntsdfistv.ru. А также наш телеграм-канал и другие соцсети. Там еще больше интересного. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова